Добрый вечер! В эфире «Вести» Карачаева-Черкесия. В студии Ярослав Щекланов. Сегодня главарь Карачаева-Черкесии Рашид Тимрезов вручил государственные награды жителям республики, достигшим успехов в профессиональной деятельности в связи с Днем Защитника Отечества. Церемония вручения прошла во Дворце культуры республиканской столицы. Подробности у Мурата Джанкёзова. Сегодня в зале находятся те, кто охраняет правопорядок, участвует в ликвидации чрезвычайных ситуаций, спасает жизни и здоровье людей, учит и воспитывает подрастающее поколение. Рашид Тимрезов поздравил присутствующих с Днем Защитника Отечества и поблагодарил каждого за вклад, который они вносят в развитие тех сверхжизнедеятельностей, в которых трудятся. Искренне желаю вам, всем солдатам и офицерам российской армии, ветеранам военной службы, боевых действий, воинам-интернационалистам, всем, кто носил и носит форму крепкого здоровья, бодрости, духа и благополучия, счастья и добра вашим семьям, мира и просветания нашей великой стране. За большой вклад в реализацию проекта по переходу на цифровое вещание присвоено почетное звание заслуженный работник связи и информации Российской Федерации Павлу Шрамко, замначальника радиотелевизионного передающего центра. Объявлена благодарность президента страны Сергею Смородину, начальнику Карачаева Черкеска Автодор. Глава региона Рашид Темреза выразил особые слова благодарности в адрес медицинских работников республики, который самоотверженно борется с распространением коронавирусной инфекции. Указом президента России орденом Пирогова награжден врач-анестезиолог-реаниматолог Хазер Хубиев. Отдельно хочу обратиться к нашим медицинским работникам. Спасибо, что нашли время и присутствую сегодня здесь. Мы понимаем, что большинство ваших коллег сейчас находится на своих боевых постах. Постах в самом прямом смысле этого слова. На протяжении почти года вы горите за здоровье и жизнь своих пациентов, наших жителей. Благодаря вашему труду, профессионализму, отзывчивым сердцам нам удалось противостоять страшной пандемии, которая охватила весь мир. Вы самые настоящие защитники от имени всех жителей нашей республики. От себя лично хочу сказать вам самое искреннее человеческое спасибо. В этот торжественный день за многолетний добросовестный труд глава республики вручил госнаграды, почетные звания и грамоты 29 жителям Карачаева Черкесии. Среди них два школьника. Батыр Гаджаев и Тимур Шевхужев, которые удостоились звания «Юный спасатель». Я получил, потому что спас человек. Мне очень приятно, что крова заметил, мой поступок и приощрил. Я хочу выразить благодарность лично от себя и, я надеюсь, от всех присутствующих в зале за высокую оценку нашего труда. На этом мы не остановимся. Будем дальше совершенствовать свою работу. И выполнять все более и более качественно возложенные на нас все. Временный ковид-госпиталь на базе противотуберкулезного диспансера с диагнозом «здоров» сегодня покинули три последних пациента. Сегодня он официально переведен в резервный режим. За время работы здесь прошли лечение около двух тысяч пациентов со средней тяжелой степенью тяжести. И как только количество выписавшихся станет меньше, чем поступивших в резерв, переведут все остальные временные ковид-госпитали Карачао-Черкесии. На выписку пациентов отправилась и наша съемочная группа. Александра Коваленко продолжит тему. Сегодня в госпиталь на базе туберкулезного диспансера покидают три последних пациента. Госпиталь переходит в резерв. Сейчас мы узнаем мнение пациентов. Здравствуйте. Как вы себя чувствуете? Хорошо. Я сейчас, ну, немножко слабость есть, но чувствую я себя хорошо. Почти месяц пролежала здесь, но в связи с сопутствующими болезнями пришлось немножко задержаться. Не скрывает Анна Мамаева слов искренней признательности всем медицинским работникам, которые провожают выздоровевшего пациента. Только взглянув беде в глаза, понимаешь, что их труд бесценен. Делится она с журналистами. Они вот как все время между палатами. То там зовут их, то тут зовут. Бесконечные процедуры. Им тяжело. С горячим, огромным и открытым сердцем Светлана Гачияева сравнивает дружный коллектив этого ковид-госпиталя. Каждого доктора, медицинских сестер она знает по именам, несмотря на то, что их лица закрывают специальная маска. Интонация голоса, ежедневный положительный настрой и уход. Это тоже является одним из немаловажных факторов для выздоровления. Сколько бы я ни говорила, будет мало. Тут такой коллектив отличный. И уход, и доброе слово, и профессиональность держится. Этот коллектив мне представляется огромным добрым сердцем, которое работает ради людей. Для лечения новой коронавирусной инфекции в ковид-госпиталь было привлечено 140 медицинских работников со всех медучреждений республики. Из них реаниматологов 7, 30 врачей других специальностей. Остальное число пришлось на средний и младший медицинский персонал, дезинфекторов, которые выполняли одну из важных задач – борьба с этим коварным заболеванием. А начал свою работу ковид-госпиталь весной прошлого года. Тогда противотуберкулезный диспансер был переименован как временный госпиталь. 8 апреля в приемный покой поступил первый пациент с диагнозом ковид. Затем больных становилось все больше. Госпитализация, лечение, выписка – не дня выходного. Мнение медицинского сообщества республики о том, что по лечению больных коронавирусной инфекцией наши госпиталя все отработали очень хорошо. Со сложностями приходилось бороться и медикам. Ни один из них не готов был работать в ковидном защитном костюме и не представлял, насколько это сложно как физически, так и психологически. Первое время у нас начали потеть очки. То есть элементарно тяжело было видеть, элементарно тяжело было находить ту же вену. Многие первое время теряли сознание, выносили сотрудников. Люди заходили повторно, несмотря на все эти моменты. Их профессия – их призвание. Поэтому с диагнозом здоров госпиталь покидали даже те, кто, казалось бы, был в группе риска. Первая пациентка на ЭВЛ – это медработник, возрастная женщина, более 60 лет. Очень длительное время она была на ЭВЛ. Пробыв еще, наверное, около полутора месяцев здесь, была выписана в достаточно неплохом относительно состоянии и самостоятельно ушла домой. У нас был дедушка с 80 лет, 81 года. Он у нас день рождения как раз отметил в госпитале. И самый такой интересный момент, что в день его рождения он был экстубирован, то есть снят с аппарата ЭВЛ и также выписан был. Болезнь отступает. Эта мысль заставляет улыбаться тех, кто сутки напролет выполнял свой медицинский долг. И сегодня, проводив последних пациентов из ковид-госпиталя, они не скрывают слов пожеланий жителям нашей республики. Радуемся, что в конце концов наша работа заканчивается. И мы радуемся, что мы смогли хоть быть чем-то полезным, такой тяжелый период реально для жителей нашей страны и республики. Я поздравляю с таким знаменательным событием. Как говорится, второй сезон закончился. Здоровья всем, не болейте. Дай Бог, чтобы больше такого никто не испытывал и чтобы все закончилось благоприятно, как сейчас. Берегите себя и своих близких. Наша самая большая благодарность, это что наши больные здоровые уезжают домой. Будьте здоровы! Александра Коваленко, Расул Бердиев, Вести, Карачаево, Черкесия. И вести из Оперштаба. Сегодня в Карачаево, Черкесии выявлено 42 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. С начала пандемии общее количество заболевших в республике составило 18 891 человек. Из них 17 142 выздоровели, 295 человек госпитализированы. Печальная весть ушла из жизни наша коллега-журналист Людмила Мамхягова. Она работала в газете «День республики», более 20 лет возглавляла общественно-политическую газету «Черкеск вчера, сегодня, завтра». Людмила Ивановна была принципиальным человеком, имела собственную точку зрения, отстаивала ее в любых обстоятельствах. На страницах газеты Людмилы Мамхяговой было опубликовано немало ярких и острых материалов. Соболезнования родным и близким. Светлая память. Сейчас настало время прогноза погоды. После мы продолжим выпуск. В Карачаево-Черкесии облачно с прояснениями. В горах местами небольшой снег, ветер восточный 5-10 метров в секунду. Температура ночью минус 9-14, местами до 20 градусов мороза, днем минус 1-4, местами минус 1-6 и на дорогах гололедица. В Черкесске без существенных осадков, ветер восточный 5-10 метров в секунду. Температура ночью минус 12-14, днем плюс 1-3 и на дорогах гололедица. Новое поступление шуб. Скидки до 50% на все. Куртка в подарок. Вецкие меха. ТЦ «Панорама». Первый этаж. Встречайте весну с Московским индустриальным банком. Весна ближе, ставки ниже. Возьмите кредит до 3 миллионов рублей по ставке 5,9% годовых. Оставьте заявку на сайте minbank.ru или приходите в офис «Московский индустриальный банк». Продолжаем выпуск. Завершился финальный этап проекта главы Крача-Черкесии «Кадровый резерв». В течение нескольких дней 39 финалистов проходили различные испытания. Каждый из участников готовился к защите своего проекта перед экспертной комиссией. За ходом защиты наблюдал и наш корреспондент Алихан Лепшоков. Финал проекта «Кадровый резерв Карачаево-Черкесской республики» собрал самых лучших и самых компетентных участников. Сейчас идет защита проектов. И совсем скоро мы узнаем имена победителей. Вот уже несколько дней финалисты готовят свои проекты и общаются с экспертами. Важно отметить, что прошли все этапы конкурса 39 участников. Сейчас каждый из них оформляет и дорабатывает свой персональный проект. Также профессиональный психолог оценил компетентность участников и их готовность к руководящим должностям. Эксперты отмечают, что у всех финалистов есть потенциал и будет очень сложно выбрать самых лучших среди них. Представлены очень разные представители всех профессий. И бизнесмены, и учителя. И многие из них, представляя свои проекты, привязывают их к тем потребностям, к тем нуждам региона, которые они сами видят как обычные жители. Это и экологические проекты, это и работа с инвалидами, это и социальные проекты с волонтерами. Много интересных предложений, которые сегодня эксперты оценят. И я думаю, что к вечеру мы узнаем имена победителей. Задача проекта финалиста Эльдара Батчаева – создание условий для развития Института лидерства среди молодежи и поддержка талантливых людей. Участник проекта «Кадровый резерв» Карачаева-Черкесия отмечает, что для них данная площадка – это прекрасная возможность пополнить знания и реализовать свои идеи. Из знаний получил и компетенции, и вот те знания, которые я получил в ходе реализации проекта, они мне помогают и в работе, и в жизни. Поэтому, безусловно, я в первую очередь благодарен главе Карачаева-Черкесской республики за предоставленную возможность вот так проявить себя на уровне региона. Я нахожусь в большом восторге от той экспертности, от тех знаний, которые нам здесь предоставили. Каждый семинар, каждый мастер-класс – это что-то новое. По проектному управлению, по социальному проектированию, по тому, как нужно подходить к проблематике, как ее нужно искать и как ее нужно решать. Это незаменимые навыки для современных специалистов, наверное, во всех областях просто. Все проходит предельно прозрачно, отмечают представители дирекции проекта «Кадровый резерв». Во время защиты проводятся онлайн-трансляции. Это позволяет каждому видеть, как презентуют свои проекты участники и по каким критериям оценивают их эксперты. Следует обратить внимание на то, что установленного количества победителей его нет. Есть требования к тому человеку, которого мы хотим признать победителем. И здесь требования именно следует обратить внимание, что к уровню компетенции, к уровню знаний, к навыкам, к психологической готовности человека, к замещению руководящих должностей. Если человек соответствует этим требованиям и набрал соответствующее количество баллов, то он проходит. В итоге в финале проекта главы Карачаева Черкесии «Кадровый резерв» стали победителями 14 участников. Их проекты были высоко оценены экспертами. Еще раз они доказали свой профессионализм и потенциал личностного развития. Али Халибшоков, Мухаммед Ашибоков, Вести, Карачаева, Черкесия. Ко дню защитника Отечества в республиканской конно-спортивной школе состоялись соревнования по конкуру. Всего участвовало 8 лошадей. Из-за морозной погоды мероприятия провели на манеже конюшни. Каждый наездник старался преодолеть препятствия без штрафных очков, продемонстрировать энергию лошади и ее профессиональные навыки. Галина Демидова уже 20 лет занимается конным спортом. Она отметила, что начальный барьер начинается от 90 сантиметров. Максимальная высота достигает метр сорок. Если бы конкур проходил на свежем воздухе, то это были бы другие показатели. Спортивные пары, показавшие лучший результат, поедут соревноваться в Пятигорск. Там их ждет уже больше препятствий. Это все вести. Прямо сейчас смотрите премьеру сериала «Невеста комдива». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин